Всем привет! Вы на канале Деломастера Боится. В этом видео я скажу вам о том, что делать, если вдруг ваш принтер перестал работать. У меня принтер Epson SX130 и в один прекрасный момент я включаю кнопку питания, он не подает признаков жизни. Осталось забраться в чем же проблема. Контрольно включаем его в сеть и проверяем. При нажатии кнопки питания никакой реакции нет. Это говорит о том, что неисправность, скорее всего, связана с платой управления принтером, который находится внутри. Теперь необходимо до нее добраться и выяснить, в чем же проблема. Снять систему непрерывной подачи чернил сейчас не получится, потому что на принтер не подается напряжение и невозможно разблокировать ее каретку. Поэтому я буду разбирать, не отключая систему непрерывной подачи чернил. Сначала необходимо снять сканер с верхней части принтера. Для этого отсоединяем кнопки управления, слегка поддев снизу чем-то остреньким, стараемся не поломать зацепы. Затем откручиваем четыре болта, которые находятся два сзади, один под кнопками управления и один сбоку, со стороны закрытия лотка. Теперь аккуратно поднимаем вверх блок сканера и отключаем сканер от платы управления. Здесь есть разъемчики. Отсоединяем разъемы от платы управления очень аккуратно. Здесь их три штуки и можно отложить сканер в сторону. Нам пока он не понадобится. Отсоединяем систему непрерывной подачи чернил. Теперь необходимо достать всю рабочую часть с корпуса принтера. Для этого откручиваем два шрупа впереди и два шрупа сзади. И вынимаем рабочую часть принтера. Слегка тянем вверх плоской отверткой. Отщелкиваем внизу защелочки для легкости выхода. Таким образом она должна выйти из своего паза с одной и с другой стороны. Корпус пока нам не нужен принтеру, а нужна лишь рабочая часть. Отсоединяем разъемы от платы управления. Здесь они все разные, поэтому перепутать при подключении не получится. Три в нижней части и три в верхней. Откручиваем винты крепления платы управления к корпусу. И отсоединяем плату от корпуса. Она имеет такой внешний вид. На плате управления есть диод, который обозначен надписью D2. Очень часто он пробивается и срабатывает защита. Принтер не работает. Его необходимо проверить. Данный диод имеет обозначение SK16. Тестер переводим в режим проверки диода. Подносим два щупа к обоим выводам диода. Показывает 0,03. Теперь необходимо проверить, не пробит ли он с другой стороны. Также подносим, меняем полярность. 0,03. Должен показывать 0. Значит диод пробит и требует замены. Вот куплен новый диод. Теперь можно ставить его на свое место. Выпаиваем старый диод аккуратно и проверяем новый. Здесь в одну сторону ток не пропускает, другую пропускает. Значит он исправен. Теперь главное поставить его в правильное направление и припаиваем. надпись должна быть от нас. Теперь проверяем показатели при впаянном диоде. В одном направлении и в другом. Небольшие показатели есть, но это потому что он уже впаян в систему. После замены диода плату можно ставить на свое место и пробовать запускать принтер. Ставим на место платы управления. Прикручиваем двумя болтиками. Защелкиваем металлическую часть за корпус и подключаем все разъемы. Начинать нужно от самого дальнего. Опускаем механизм в корпус и закручиваем шурупами. Подключаем сканер. Платье управления. И аккуратно закрываем, стараясь не причемить эти шлейфы. Закручиваем болты крепления сканера к принтеру. И ставим кнопки управления на свое место. После сборки осталось проверить как работает принтер. Включаем питание. Лампочка зеленая загорелась. Видно, как каретка ищет картриджи. Теперь можно устанавливать на свое место картриджи или систему непрерывной подачи чернил. Вы были на канале Дело Мастера Боится. Смотрели видео о том, как своими руками отремонтировать принтер, если он не подает признаков жизни. Пишите свои комментарии и замечания. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok